Дюфрейн Мы читали Луки, 5 главу, 15 стих, и там сказано «Тем более распространялась молва об Иисусе, и великое множество народа стекалось к Нему». Они собирались по определенной причине. Ради чего? Мы хотим слышать. Они стекались к Нему слушать и ворочеваться у Него от болезней своих. Когда вы приходите в церковь, приходите услышать что-то. Не просто занять кресло, не просто чтобы сказать «Я пришел, потому что от Меня этого ждут». Придите с открытым сердцем, потому что Он говорит не только о физических ушах, но об ушах вашего Духа, об их слышании. Потому что когда вы слышите что-то, что-то изменяется. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Эти люди не просто пришли, чтобы исцелиться, они пришли, чтобы слушать. «Приходи в церковь с ожиданием, я услышу свой ответ, и когда услышу, поверю. Я поверю, что это мне поможет. Я поверю, что это мой ответ. Я поверю в то, что услышу». Не приходите с критически настроенными ушами. Критически настроенные уши – результат критически настроенного сердца. «Приходите с верующими ушами, верующим сердцем». Мы читаем, что они приходили, чтобы слушать и врачеваться, и, как я уже говорила, мы видим здесь роль человека и роль Бога. Ваша роль – слышать. Роль Бога – произвести работу. Его роль – применить силу. Послушайте, вы не можете выполнить Божью часть, разве не так? Но у меня есть для вас новость. Бог тоже не может выполнить вашу роль. Он не может слушать за вас. Аминь. Они пришли, чтобы слушать. Они пришли, чтобы слушать и врачеваться. Их исцеление было связано с их слышанием. Многие люди хотят исцелиться, но не хотят слушать. Чтобы принять то, что есть у Бога, нужно прийти Божьим путем. А Божий путь – уделить время, чтобы слышать. И если у вас нет времени слышать, это потому, что вам это не важно. У вас всегда есть время на то, что вам важно. Аминь. Многие заняты исцелением, когда им нужно быть занятыми слышанием. Не тем, как бы добиться, чтобы на меня почаще возлагали руки. Как мне попасть еще на чье-то служение, чтобы за меня помолились. Но куда я могу пойти, чтобы слушать? Куда я могу пойти, чтобы слушать? Видите ли, вы не можете принять исцеление, слыша сомнения. Вы не можете принять исцеление, слыша, что Бог не исцеляет. Выясните, что говорит Слово. Он – Целитель. Воля Божья для вас – быть исцеленными. А значит, идите в то место, где вам об этом говорят. Если вам говорят что-то другое, уйдите оттуда. Вы не можете исцелиться, слушая людей, которые рассказывают о том, как Бог не исцеляет. Многие заняты попытками получить исцеление, когда должны быть заняты тем, что «мне нужно слушать», «мне нужно слушать». В наше время слышание настолько доступно. У нас есть книги, у нас есть компакт-диски, у нас есть проповеди на ютубе. Сто лет назад не было такого же доступа к слышанию. Этому поколению слышание доступнее, чем любому другому прежде. Со времен Адама по сей день у этого поколения есть возможность слышать как ни у одного другого. И ненормально, что наша вера не соответствует этой возможности. Наша вера должна превосходить веру других поколений, потому что вера приходит от слышания. Если у нас непревосходная вера, значит, мы не слышим. Вы знаете, как я занималась своим развитием, особенно в начале? Ведь когда я вышла замуж за моего мужа, он уже столько лет был в служении, у него было столько духовного опыта, которого у меня не было. Что я делала? Я ставила кассеты Папы Хеггена. И я прокручивала их, пока одевалась, пока была в машине, пока была дома. И это слышание ускорило мое духовное развитие. Если вы не слушаете, вы сдерживаете свой духовный рост. Увеличьте свое слышание, и вы ускорите свой духовный рост. И когда ваша вера растет, ваша способность принимать от Бога растет. Почему? Потому что вы принимаете верой. Вера является трубопроводом, через который течет сила Божья навстречу вашей нужде. Когда вы питаете свою веру, вы продлеваете и расширяете свой трубопровод. И он может пропустить больший поток в ответ на вашу нужду. Аминь. Многие хотят, чтобы помолились за их исцеление, но им нужно не исцеление, а слышание. Исцеление приходит после слышания. Божья часть приходит после части человеческой. Роль человека — слышать. Роль Божья — исцелять. Многие говорят, мне нужно, чтобы вы помолились за мое исцеление, когда на самом деле и нужно было бы сказать, научите меня слову, чтобы я мог слышать. Почему? Они приходили слушать и ворчеваться. Они исцелились, потому что услышали. Вы не можете обойти божественный порядок Божий. Это порядок, который Он установил. Потому что никто, даже в физическом мире, не берется за дело, пока не услышит что-то. Даже в вашем бизнесе вам нужно слышать, как функционирует этот бизнес. Когда вас нанимают на работу, кому-то нужно вас обучить, как работает этот отдел, эта должность. Вам нужно что-то услышать об этом, чтобы вы могли эффективно этим заниматься. Почему же вы думаете, что с Богом система будет другой? Что Он просто все обойдет. Он действует через порядок. У Него есть способ работы. И ваше слышание — это Его способ работы. Аминь. Как долго я должен слушать, пока ответ проявится? Как долго потом нужно слушать, вечно, чтобы дьявол не смог украсть его у вас? Дьявол считает своим долгом попытаться украсть у вас все, что вы получаете от Бога. Поэтому вам нужно быть наполненными Словом. Наполненными, чтобы Он не мог вас обокрасть. Аминь. Слава Господу. Мы знаем, что важно, как мы слышим, потому что вера в сердце. А это значит, ваша вера должна быть здоровой. Вам не нужна вера, которая постоянно бедствует. Аминь. Хочу прочитать вам. Иногда, чтобы исцелиться, вам нужно услышать о чем-то, что вам нужно исправить. Часто кто-то говорит, «Мне нужно исцеление». Ну, хорошо, но позвольте мне учить вас Слову о хождении в любви. Понимаете, они думают, что им нужно только слышать на тему исцеления. Но Бог такой верный. Он знает, обо что мы спотыкаемся. Он знает, что в нашей жизни сдерживает нас или является открытой дверью для врага. И Он хочет помочь вам закрыть эту дверь. И поэтому Он дает вам пастора. Он дает вам пастора, чтобы когда вы пришли в церковь и думаете, «Мне нужно исцеление, надеюсь, сегодня будет проповедь об исцелении». А пастор выходит и учит о хождении в любви и в браке. Вы говорите, «Не-не-не-не-не, я здесь ради исцеления». И пастор говорит, «Да я тоже». Я тоже здесь для вашего исцеления. Но не всегда исцеление не принимается из-за проблем в теле. Иногда это из-за проблем с любовью. Иногда это из-за проблем с прощением. Иногда из-за проблем с огорчением. Когда вы держитесь за обиду. Иногда это вопрос неправильного мышления. Иногда это просто вопрос волнения. Нужно избавиться от всего этого, потому что эти вещи сдерживают. Поэтому иногда людям нужно услышать, когда они приходят слушать и ворчеваться, иногда нужно услышать о чем-то, что нужно исправить, потому что нам нужно закрыть дверь, чтобы болезни и симптомы не приходили. Так в Евреям 12.13 сказано, «И ходите прямо ногами вашими». Что это значит? Значит, избавьтесь от всего, что заставляет вас спотыкаться. Всего, что сдерживает вас, всего, что вас замедляет. И ходите прямо ногами вашими. Заметьте, кто должен ходить прямо? Вы. Вы действующее лицо. Вы ходите прямо. Но не вашими способностями. У вас есть божественная помощь. Дух Святой помогает вам в этом. Но вам нужно воспользоваться Его помощью. Итак, в Евреям 12.13 сказано, «И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исцелилось». Заметьте, чтобы что-то исцелилось, что-то должно обратиться. Что-то должно измениться. Часто, когда вы слышите слово через вашего пастора, или вы слушаете какой-то диск с учением об исцелении, внезапно, пока вы слушаете слово, Бог говорит, «А что ты сделаешь вот с этим непрощением к твоему члену семьи?» Пока вы слушаете слово, он к вам обращается со словом. Словом, в котором вы нуждаетесь. Аминь. Если он поднимает какую-то тему, а вы говорите, «Не-не-не, не в этом моя проблема. Сейчас мне просто нужно исцеление. У меня симптомы». Нет. Он пытается помочь вам ходить прямо. Потому что, если препятствия останутся на пути, вы споткнетесь и не придете в свое место назначения. Аминь. Кто из вас знает, что исправление — это помощь? Исправление — это не что-то негативное. Это твоя безопасность. Это твоя безопасность. Итак, когда проявляется исцеление, нам нужно его принять. А если есть обида, она не способна принять. Если есть непрощение, оно не может принять. Вам нужно избавиться от вещей, которые мешают вам принять. Поэтому он хочет что-то исправить. Послушайте, когда вы высвобождаете свою веру, сила исцеления всегда начинает течь, но если что-то стоит на пути, сила исцеления не может пройти. И тогда нужно избавиться от этого препятствия. Давайте вместе откроем Марка, 4 главу, с 23 стиха. Марка, 4, стих 23. Можно кое-что подметить? Будучи пастором и на опыте многих поездок с мужем и недавних поездок, я знаю, что часто, когда объявляют, что вечером последнего дня будет служение исцеления с возложением рук на больных, именно на него всегда приходит самое большое количество людей, потому что люди спешат прийти и исцелиться, потому что им больно. А вместо того, чтобы спешить исцелиться, людям нужно поспешить слушать. Поспешить слушать. Если вы говорите, «Больше не могу жить с этими симптомами», так лучше поспешите слушать. Аминь. Марка, 4, 23. Вы знаете, Библия много говорит о слушании, о ваших ушах и о том, что вы слушаете. Я буду читать из расширенного перевода Библии. Марка, 4, 23 по 25. Расширенный перевод. «Если кто имеет уши слышать», да воспринимает и понимает. Заметьте, вам нужно быть человеком, способным учиться. Если вы хотите реально слушать, если вы хотите упираться, стоять на своем, либо по-моему, либо никак, Бог вам это позволит, но вам придется отказаться от того, что слышание принесло бы вам. Вам нужно быть слушателем. Что это значит? Это значит быть обучаемым. Приходя в церковь, будьте обучаемы, не будьте упертыми. Никто из нас не знает всего. Божья помощь – это дать нам учения. Божья помощь – это дать нам слышать правильные вещи. Это то, что нам нужно. Нам нужно слышать правильные вещи. Поэтому нужно приходить в церковь, не говоря, «Расскажите мне, какой я хороший». Вы слышали? Я уже говорила раньше. Не то, что вы делаете правильно, причиняет вам боль, а то, что вы делаете неправильно. И если муж Божий любит вас, пастор любит вас, он не будет просто говорить вам, «Иисус любит вас, вы чудесны, вы превосходны». Да, он любит вас, да, вы чудесны, но даже чудесные вещи на земле нуждаются в исправлении. Если кто-то любит вас, то не будет говорить, что у вас все в порядке, когда это не так. Если вы хорошие родители, вы не говорите своим детям, что у них все хорошо, когда это не так. Вы не потворствуете их проступкам, просто потому, что не хотите задеть их чувства. Вы хотите спасти их жизнь, будущее, судьбу от неправильных вещей. Аминь. И если мы слушаем, нам нужно позаботиться, чтобы мы реально слушали. Не просто слышали звук, а вслушивались, чтобы этот звук вошел и что-то исправил, изменил, чтобы мы сказали, «Я согласен с этим». Если слово это говорит, то я буду это делать. Если Бог говорит, «Не допускай этого в жизни, в семье», то я говорю своей семье, мы больше этого делать не будем. Это не будет продолжаться в нашей жизни. Если он говорит, «Не волнуйтесь», мы не будем волноваться, мы больше не будем поддерживать волнение друг друга за ужином. Я не буду говорить об этом, мы не будем этого слушать. Аминь. Это значит быть обучаемым. Неважно, что вы слушаете, если вы не слышите, что должно измениться. Потому что ваше исцеление связано с вашим слушанием. Можно даже сказать, ваше исцеление связано с тем, насколько вы обучаемы. Аминь. Обучаемые люди много получают от Бога. Потому что они готовы позволить Ему ввести их в Его благословение. Аминь. Итак, Иисус говорит в Марка 4,23. Если кто имеет уши слышать, Он не говорит о выпуклостях на вашей голове. Он говорит, если кто имеет уши, кого Он ищет? Кого-то, кто услышит Его, кого-то, кто слушает, кого-то, кто ценит то, что Он говорит и соглашается с этим, а не критикует, спорит или говорит, мой предыдущий пастор учил вот так. Ну, хорошо, если это соответствует Слову. Если же это не соответствует Слову, то неважно, чему вас учили. Аминь. Будьте готовы изменяться, когда вы видите что-то в Слове. Я изменяюсь прямо сейчас. Если кто имеет уши слышать, да слушает, да воспринимает и понимает. Посмотрите. Иисус сказал им, будьте внимательны, что вы слышите. Это расширенный перевод. Будьте внимательны, что вы слышите. То есть важно, какие книги вы читаете. Важно, каких проповедников вы слушаете. Важно, какие проповеди. Вы не можете просто ходить в какое-то место, потому что вы всегда туда ходили, если вам не говорят там правильные вещи. Вам нужно быть в том месте, где вы слышите правильные вещи. Будьте осторожны с тем, что вы слышите. Если вы слышите, что иногда Бог исцеляет, иногда нет. Когда вам станет плохо посреди ночи, как вы думаете, какую часть дьявол вам напомнит? Он напомнит вам о том, что именно вы будете тем, кто не получит. Поэтому важно, что вы слушаете во время чрезвычайной ситуации. В момент кризиса, испытания, дьявол напомнит вам именно все то неправильное, что вы слышали, и вам придется это преодолевать. Поэтому лучше просто не слышать ничего неправильного. Защищайте свое слышание. Заощищайте свое слышание. Чтобы защитить свое слышание, внимательно выбирайте, кто вокруг вас с вами говорит. Иисус сказал им, будьте внимательны, что вы слышите. Какой мерой вы уделяете мысли и изучение истине, которую вы слышите, такой мерой вам будут отмерены сила и знания. А-а-а, послушайте это заявление. Мера слышания определяет меру силы. Если вам нужно увеличить меру силы в какой-то ситуации, увеличьте ваше слышание. Это то, что он говорит. Именно вы отмеряете, сколько силы Божьей течет в вашу жизнь. Что все зависит от Бога. Он сделает то, что сделает. Вы никогда не знаете, что Бог сделает. Это говорят невежественные люди, потому что в Библии нигде так не сказано. Он говорит вам, что он сделает. Именно вы отмеряете для себя, сколько силы потечет в ваши финансы, в ваше тело, в вашу семью. Аминь. Больше слышания, больше силы. Можем сказать вот так. Больше правильного слышания, больше силы. И он сказал, какой мерой вы уделяете мысли изучения истине, которую вы слышите, такой мерой вам будут отмерены сила и знания, и еще более дополнительно будет дано вам слушающим. Другими словами, больше ожидает того, кто слышит. Есть большее. То есть вы никогда не достигнете предела того, что у него есть для человека слушающего. Обучаемого, который слышит и соглашается с тем, что слышит. Затем он говорит, ибо кто имеет. О чем он говорит, кто имеет уши слышать, тому дано будет больше. Какое у вас будущее, если вы слушатель? Большое. А у того, кто не имеет ничего, то есть у того, кто не слушает, у кого нет ушей, чтобы слышать, кто не ценит слушание, не ценит слышание слова. Сказано, силой отнимется и то, что имеет. Кто отнимет? Не Бог. Бог только даятель. Он не отнимающий, он даятель. Дьявол приходит украсть, убить и погубить. Если вы не будете слушать, дьявол многое у вас украдет. Если вы будете упрямым и не будете слушать своих родителей, знающих людей, власти, пастора, приносящего слово, если вы не будете слушать, только вы будете обворованы. Ваше возрастание связано с вашим слышанием. Они пришли слушать и врачеваться. Если слышание влияло на такое благословение Божье, как исцеление, разве оно не повлияет на любое другое благословение Божье? Разве слышание не приведет вас к принятию других благословений? Можно сказать так, они пришли слушать и процветать. Разве это не соответствует Божьим путям? Божий путь – слышать и входить в то, что слышите. Как насчет этого? Они пришли слушать и освобождаться. Они пришли слушать и ходить в победе. Они пришли слушать и иметь мир. Аминь. Все, что вы получаете от Бога, приходит этим чудесным путем слышания, и вы определяете, сколько вы слышите. Аминь. Слава Господу! То, что вы слышите, влияет на то, что вы имеете. Если у вас в жизни что-то не так, перестаньте слушать то, что вы слушаете. Если у вас есть что-то неправильное. Если вы слушаете неправильные вещи, неправильные вещи будут происходить. Аминь. Слушайте дьявола, который говорит вам, что он у вас украдет и как он разрушит все. Если вы слушаете это, прокручивая это в своих мыслях, он сможет это исполнить. Если вы что-то услышали, это еще не значит, что надо к этому прислушиваться. Все мы слышим что-то неправильное. Будь то наши собственные мысли, или чьи-то неправильные мысли, или угрозы дьявола. Вы не можете помешать дьяволу говорить, но вы можете перестать его слушать. Как перестать слушать? Возможно, вы слышите, что он говорит, но откажитесь соглашаться с ним, откажитесь прокручивать это снова и снова в своих мыслях. Когда вы откажетесь слушать, он не сможет сделать то, что говорит. То, во что вы выбираете верить, приходит через ваше слышание. И то, что вы выбираете слушать, определяет результаты в вашей жизни. Аминь. Халлелуя. Как я прежде говорила, храните ваше сердце, потому что ваше сердце определяет, как вы слышите. Когда вы идете поговорить с кем-то, кто обижен, вы можете говорить ему что-то правильное и полное любви, но из-за того, что у человека обида, его слышание будет искажено. Он слушает через призму обиды и берет что-то совершенно правильное и искажает, манипулируя ситуацией на основании своей обиды. Я вам скажу, опасно обижаться, потому что тогда, что бы вы ни слышали, не дойдет до вас правильно. Чем больше слышите, тем больше и больше обижаетесь, потому что вы слышите что-то другое, а не то, что говорят. Вам мерещатся другие мотивы и намерения. Как насчет непрощения? Допустите, непрощение произойдет то же самое. Вы будете слышать искаженно. Поэтому Иисус сказал, будьте внимательны, что вы слышите, потому что то, что вы слышите, определит, как ваше сердце будет обрабатывать то, что входит в него. Аминь. Аллилуйя. Вспомните сердца религиозных лидеров, которые пришли к Иисусу. Они были настолько критически настроены, настолько осуждающи, что брали его слова и хотели убить его на основании того, что слышали. Другие слышали те же самые слова и получали чудеса. Все зависит от того, как ваше сердце позволяет вам слышать. Разве не удивительно? Все было из-за того, что позволяло слышать их сердце. Для чистого слуха необходимо очистить сердце. Аминь. Как насчет его родного города? Он хотел исцелить этих людей, но когда он встал и проповедовал, и говорил им, что Бог делал через его служение, через помазание на нем, они рассердились. И из-за того, что они рассердились, они не получили ничего. Сказано, что он не мог там сотворить великих дел. Только на немногих людей с легким недомоганием возложил руки. Так сказано в оригинале. То есть из-за того, что они осуждали его, были в неверии, они ничего не получили, когда слушали. Однако, когда он пошел в другое место, он проповедовал в доме. Проповедовал в доме, и Библия говорит, что в доме и вокруг дверей была такая толпа, что никто не мог войти. И дом был полон книжников, законников, религиозных лидеров, людей, которые должны были бы знать, что этот человек принес на землю. Лидеров, которые могли бы взять то, что сказал Иисус, и понести это дальше в массы. Но поскольку они пришли без слушающего сердца, без правильных ушей, чтобы слышать, сказано, что Иисус проповедовал, и что сила Господня присутствовала, чтобы исцелять их. И заметьте, никто из них не получил то, что там присутствовало. Но кто-то услышал, и принесли к Олегу, занесли на крышу, разобрали крышу и опустили его. Один человек из всей этой толпы исцелился, а остальные нет. Почему? Потому что если у вас сердце неправильное, вы не можете слышать, что Бог вам предлагает. Но когда ваше сердце правильное, вы слышите, что Бог вам предлагает, и вы принимаете. Послушайте, дьявол хочет, чтобы вы были в неведении относительно вашей части, слышания. Он хочет, чтобы вы думали, что все зависит от Бога, только от Бога. Исцелитесь ли вы это все Богу решать? Нет. Здесь вам показан Божий способ слушать и ворочеваться. Бог не работает через невежество. Он работает через знания. Когда мы знаем, что Он говорит, если я услышу исцеление, придет. Послушайте, Бог все настолько упростил для нас. Нам не нужно производить работу. Все, что нам нужно слышать. Просто прийти. Поэтому так важно, чтобы у вас был пастор и поместная церковь. Придите, чтобы услышать, что говорит Слово. Потому что вы не можете полностью слушать дома, когда говорите только вы. Вам нужно слушать кого-то помазанного, чтобы донести Слово, помазанного, чтобы проговорить вашу жизнь. Почему? Потому что ваше будущее и благословение Божье связаны с вашим слышанием. Это не свалится на вас автоматически. Это не автоматическая функция. Это приходит к тем, кто движется Божьими путями. А Божий путь – слушать и ворочеваться. Кто из вас скажет, это про меня? Я слушатель. Я слушаю, и поэтому я получаю то, что мне нужно от Бога. И исцеление – воля Божья для меня. Аминь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministriescanada.ca, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain в Канаде.